В день прапора 18 славучан совершили поездку в Батурин на звездный концерт, организованный Русланой «Батурин. Ренессанс незалежности». С самого начала группа была настроена оптимистично. На концерт мы приехали за два часа и как раз попали на чек Руслана. Вот это о пользе того, что иногда лучше прийти на концерт пораньше. Во-первых, место занять. Место раньше услышать! За полтора часа до концерта зрителей было еще совсем немного, так что селфи с Русланой на сцене сделали практически все. А Руслана и ее группа, не обращая внимания на зрителей, пытались найти общий язык со звукорежиссерами. Принимаем плейбэк. Стоп, стоп машина. Можно поднять, можно поднять на сцене плейбэк. На подготовку к концерту можно было смотреть даже лежа на траве рядом со сценой. К 19.00 зрителей уже было значительно больше. Хотя самые находчивые справа от сцены организовали сидячую трибуну. Комфортно, удобно и легко. Правда, просуществовала она не более часа. В прологе к концерту выступила замечательная группа из Конотопа «Новый день». Очень неплохо ребята играли. И разминочный танец показал танцевальный коллектив «Життя». Официально открыл концерт симфонический оркестр «Киевская камерата». Отметим, что они от самого начала до конца концерта, это практически 3,5 часа, просидели на сцене, хотя играли не всегда. Естественно, в прологе концерта выступили и почетные гости. Потомок Разумовского, проживающий ныне во Франции, и Вячеслав Кириенко, вице-премьер-министр Украины. Но Украина тысячелетняя. И тогда, когда еще варвары там за поребриком, почти один одного ели, тут был Батурин и с высокой областью, и с освященными, грамотными людьми, и с высокой культурой, и с добрым войсковым вишколом. Хороший тон концерту трогательной песни задала Тоня Матвиянка. Конечно, телевизионная версия концерта, которая выйдет в День независимости, 24 августа, на Первом канале, будет короткой. А учитывая, что практически все коллективы играли вживую, настраивались музыканты дополнительно минут по 15-20. И тут надо отдать должное ведущему концерту Тимуру Мирошниченко, который работал со зрителями в этих паузах. Он рассказывал и об истории Батурина, и рассказывал различных инструментов, и помогал работать зрителям на квадрокоптеры. Зрители с удовольствием записывали и аплодисменты. И зажигали фонарики на своих мобилках. В общем, профессиональная, интересная работа, за которой было любопытно наблюдать. И еще хочется поблагодарить танцевальный ансамбль «Життя», великолепная хореография, постановка, трюки. В общем, есть на что смотреть. Те воля, что они выступали в течение концерта несколько раз. Очень мощно выступила группа «Казаксистам». Особенно зрителям понравилась их песня про шаблю и песня, посвященная участникам АТО «Мой друг». Бурю аплодисментов от зрителей получил украинский скрипач Виктос Василь Попадюк. И не меньше аплодисментов получил многостаночник, играющий на всевозможных сопилках. Его еще называют «поющая сопилка» Олег Журавчак. Группа «Тартак» также сорвала громкие овации. Особенно на песню, посвященную погибшим на войне патриотам. Фактически каждый второй зритель поднял свою мобилку и включил фонарик. Потрясающая зрительность. А вот Руслана и ее группа выдали часовую концертную программу «С дикими танцами». Она много общалась со зрителями и фраза «Снова Украине! Снова Украине!» Звучала на концерте, пожалуй, не реже, чем на параде на Крещатике в день независимости. А еще Руслана учила зрителей украинскому ритму, который, как она утверждает, преодолевает и улучшает жизнь нормальным украинцам. В финале прозвучали четыре новые песни в исполнении Руслана. Конечно, среди такого числа зрителей трудно было найти слоучан, но наиболее активных мы увидели. Танцевали они практически весь концерт. Поделились они впечатлениями от концерта. Суперкласс! 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 Что бишься подобалось? Что бишься подобалось? Руслана! Это неимоверное впечатление, потому что я в первые упасыни, а я здесь, это моя малая родина. И поэтому я 30-летняя была здесь, и у меня это большое впечатление, спасибо большое всем организаторам. Я очень рада, что Руслана делает такой классный проект. Браво! Все, я буду выступать, это неимоверно. Но самое большое впечатление для меня – это косарь систем. А у меня хореографический коллектив, то летят. Сухи, просто музыка, неймоверно драйв, эмоции, перевернутся. Пошел в дворец Разумовского впервые, увидел такое количество посетителей. На концерт приходили зрители и с маленькими детьми, и с детьми постарше. А вашему покорному слуге он напомнил чем-то наши дни города, когда звезды такого же уровня приезжали к нам в Славутич. И сцена Зинтека была регулярно на наших праздниках. Но те времена прошли, поэтому теперь активные славучане ездят на другие концерты в различные города и получают от этого удовольствие. Сцена просто обалденная. Руслана своему другому платится вообще бомба. Отлично. Замечательно. Уставшие, но довольные, возвращаемся домой. Поездку на концерт организовали телекомпания «Медиадом Славутич» и туристическая фирма «Простор Тур». Пожалуй, это был один из самых патриотических концертов, который закончился естественно-хоровым исполнением гимна Украины. «Слава Украине! Героям Слава! Героям Слава! Героям Слава! Героям Слава!» Героям Слава! Героям Слава! Героям Слава!